На этой неделе мы установили новое достижение в космосе. Космический корабль «Союз» впервые пристыковался к Международной космической станции спустя всего 6 часов после старта. Ранее на эту операцию уходило двое суток. Стыковка произошла в автоматическом режиме. Помимо этого 26 марта успешно произведен запуск на орбиту мексиканского коммуникационного космического аппарата САТМЕКС-8. Аппарат выведен на орбиту в штатном режиме и передан на управление заказчику. На неделе неожиданно был дан старт крупномасштабным военным учениям на Черном море. Военные были подняты по тревоге среди ночи и приступили к выполнению поставленных задач. Внезапность учений – непростая прихоть. Это эффективный способ проверить реальное положение дел вооруженных силам. Кстати, почти параллельно с этим были начаты и масштабные учения дальней авиации. В них задействованы самые разные летательные аппараты. От вертолетов Ми-8 до стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. А вот еще одно любопытное событие. Российская компания Displayer представила собственную разработку – воздушный дисплей, работающий по принципу тачскрина. Разработка интересна не только тем, что изображение проецируется прямо на воздух, но и тем, что им можно управлять движением руки, как обычным тачскрином. При этом можно проносить руку через изображение и его целостность не нарушается. Конечно, качество изображения пока не дотягивает до качества привычных мониторов, но, во-первых, разработчики обещают его улучшить, а во-вторых, оно уже годится для рекламных и научных целей. Но важно даже не это, а то, что разработчиком устройства является наш соотечественник – астраханец Максим Каманин. Он же при помощи родных и друзей основал инновационную компанию – Displayer Company. Максим стал победителем Зварыкинской премии, Кубка техноваций, конкурса «Лучший инновационный проект Астраханской области» и «Бит-Юг», а его компания стала резидентом Сколково и Казанского IT-парка. Разработкой Максима заинтересовались инвесторы и вложили в компанию первый миллион долларов. При этом на 92% компания принадлежит гражданам России, что дает надежду на то, что она не уплывет за рубеж. Неделя была богатой на спортивные успехи. Впрочем, как обычно. Краснодарская женская волейбольная команда клуба «Динамо» обыграла итальянскую команду и стала победителем Европейского Кубка Вызова, принеся России первый европейский клубный титул за 15 лет. Наряду с этим на чемпионате мира в Сочи российская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров. Но и это не все. В Тбилиси на чемпионате Европы по спортивной борьбе сборная России стала лучшей в общекомандном зачете. Три медали завоевали наши спортсмены греко-римского стиля. КОНЕЦ КОНЕЦ